История приемной девочки, которая стала известной в модельном бизнесе, похожа на сказку. Но произошла она в реальной жизни и в этот день продолжилась в стенах третьего блока. Восьмилетняя Зоя Кукушкина, юная модель, дизайнер, основатель благотворительного фонда, начала свой путь с обычных детских рисунков. Зоя творческий ребенок, она постоянно рисует. Я заинтересовалась ее рисунками, начала выкладывать в инстаграм и получала большой отзыв. Люди писали, говорили, ой, мы хотели бы такую футболочку, ой, а нарисуйте нам такое на футболке. И так пришла в голову идея рисовать футболки, скажем так, разрисовывать футболки. А дальше, когда я увидела, что люди интересуются, пришла в голову идея все-таки это сделать благотворительный проект. И чтобы все деньги от реализации нашего проекта пошли на создание видеоанкет для детей-сирот. Именно такая видеоанкета помогла Зое попасть в нашу семью. Когда что-то кому-то не нравится, мы действуем вот так, по плану. Мы, мама, иногда у нее есть идеальные планы, чтобы добиться до денежек, чтобы потом детей спасти. Ну, мне нравятся эти планы мамину. Мама говорит, может, тут синие украшение. Ну, потом мама показывает, как, если я ее не пойму. Эту историю нужно прививать с детства, чтобы дети знали, что, если есть возможность, нужно помочь. И мы очень счастливы, что создано уже около 200 анкет благодаря нашей компании «Роза Добразовая чистосердце». Вместо популярной топ-модели Зои Кукушкиной из Москвы мы увидели объявление у Кит-74, записались, очень ждали. Когда мы узнали об этом мероприятии, в принципе, были очень удивлены, потому что, общаясь с друзьями, которые даже живут в Питере, в Москве, они говорят, что такого уровня мероприятия как бы очень редко бывает или, ну, вообще, как бы не бывает. Вот, поэтому мы, в принципе, не задумывались. Мы сами из Екатеринбурга, вот сегодня утром приехали сюда. Коллекция Зои – это коллаборация дизайнеров, художников, стилистов и модельеров. Однако главным помощником, идейным вдохновителем все же остается мама юной модели. Вот эта коллекция царевна, ну, мы все же прекрасно понимаем, что маленький ребенок, он не может создать всю коллекцию от и до. Конечно, она прорабатывается более детально уже взрослыми людьми, но вся идея, вся концепция – это рисунки Зои. Я подхожу, вижу, мне тоже становится интересно, я вношу всякие корректировки, говорю, Зоя, давай так, давай попробуем. Иногда Зоя соглашается, иногда, конечно, она говорит, нет, мама, мне так не нравится, кто тут дизайнер, я или ты. Сейчас бывает, иногда это вообще я маму не принимаю. Ну, потому что мне вообще иногда мамину что-то там не нравится. Для участников съемки модельный бизнес – это не просто хобби. Каждый из них искренне верит и усердно работает над тем, чтобы это стало делом жизни. Я выбрала модельную сферу, потому что мне нравится пробовать себя в разных образах, фотографироваться. Мне понравилось сначала и в середине, а в конце уже не очень, потому что мне там очень жарко было, и я там сидел, всех лягушат ждал. Года три-четыре назад я насмотрела всяких видео на ютубе, решила, а почему бы не попробовать? Ну, и начались съемки, все так заварилось, закрутилось, и теперь я здесь. Мне нравится, когда меня и фоткают, и когда я отдыхаю. И когда мне мама денежки дает. На первый взгляд кажется, что это история о маленькой Золушке, которая по взмаху волшебной палочки стала известной на весь мир. Однако мало кто догадывается, что это был долгий и сложный путь к успеху. Благотворительность для нее не просто доброе дело, а цель жизни. И хочется верить, что эта сказка никогда не закончится.